всем здорова сегодня у нас геймфьюб и какие на него можно модификации сделать самая простая это наверно поменять язык как бы либо сделать переключатель его вот у нас геймфьюб на так вот геймфьюб на английском теперь будет на японском это хорошо для лицензии естественно некоторые лицензии ну хотя нет причем некоторые народы все они хреново шрифт понимаю там шрифта самом bios и из-за из-за этого глюки бывают суши там это конечно похеру ладно это такое самое простое че вообще можно сделать на кубе и вы были вопрос поменять из японского на английский но это американка блять просто японской сделал лицензии так че можно сейчас поставить чип можно да естественно чтобы грузилась болваночка как бы ну вот у нас тут свист записано ну это я полом пока вот вам можно сейчас делать вот вот все на не ну конечно там чипы и покручена хорошо сейчас чем у нас появился болваночку убираем у нас один один человек очень крутой сделал вообще можно теперь сделать вот так вот ну тут ладно этот адаптер потом покажу из сди адаптер сериал порт 2 втыкается теперь там удобно китайцы сделали что можно вот он вместо заглушки вставляется и просто сбоку вставляешь sd карту можно на такой херни тоже конечно теперь у нас вот что есть загрузим ладно к заново загрузим и тип теперь вот так он будет теперь то у нас есть гениальная вещь хопа и эмулятор привода не нужен я продается эмулятор привода еще до привод теперь вообще не нужен ну раньше на чипов такие такие чипы были ну блин сейчас и хрена ёж в общем наверное тут еще еще показать можно игре работают все привод не нужен теперь теперь не надо блять думать астин лазер сдохнет как я буду грузиться надо покупать эмулятор джи джи си и как он блять там называется на алике ладно хоть на алике есть хотя бы сукка выключайся как это нету карты памяти ты сука виртуальная карта памяти вставлена и игрит нету что ты мне врешь как это не ну я я я я а я я я я я Ладно, это не в этом, ну да, ингейм-ресет тут тоже, конечно же, есть, блин, Z, A и старт, и вот ингейм-ресет, ну это связи саму, это уже только связь делает, и какого-то хера он не сработал нормально, вот как всегда, на видео снимаешь, какая-нибудь херня происходит, не сработал, так не сработало, блядь, стоп-ресет на все повешивалось, а одна, здесь DVD, блядь, мозг идет, ну в общем понятно, это, вот, свист игры загрузить, читы там всякие можно поставить, режимы поменять, вот, я в 240p играю, в принципе, я все, что запускал, работал, и свист побыстрее работать, естественно, стал, ту-ту-ту-у, ладно, и так, что, из свиста можно, можно в меню выйти, в оригинальный BIOS, ну так же, с диска нагрузить можно, что, карты памяти, все, непонятно, почему он не в виртуальную карту не увидел в этом, ну ладно, я не про это снимаю, так, что теперь у нас есть еще, какие тут еще фишечки есть, берем, короче, зажимаем B, нет, не B, зажимаем эту, например, да, нет, надо сначала выпущить, короче, так, там старая херня, так, поэтому надо будет, вот она, вот она, штучка, дрючка, вот она, кусок текстолита, блин, с sd-карточкой, теперь вместо заглушки получается, ну тут обычный вот, он, он достаточно тугой, так-то, хорошо там держится, я сам, конечно, удивился, вот получается заглушка такая, вставлять-то еще надо, в общем, вот заглушка, ну тут, конечно, рассчитано, что тут заглушка и сейчас не будет, поэтому, когда вот карта памяти, вон она немного ходит, надо заклеить, для лучшего контакта, в общем, ладно, тут старые программы, естественно, не видят, блядь, этот разъем serial board 2, поэтому приходится через него загрузить, так, все сейчас делаем, берем, зажимаем mix, ну это у меня экспорт, можно другую кнопку, и включаем консоль, и у нас грузится долл файл, любой, ну, любой, конечно, не проверял, но, наверное, любой загрузится в теории, но, вот, видит только это разъем, естественно, так, это че, как бы, ну это просто эмулятор проверка, че мне как-то на него, сейчас мы че, сделаем еще, и еще проверим геймбой интерфейс, так, давай тормозит, давай тормозит, ну, сама игры в альтах не должно выйти нет просто наружу слишком до хера полигонов и и зависла но это какой-то там мод бэй так что не работает вообще ладно это неважно так обратно запихиваем sd-карту ну или можно потом блин хреново коробка теперь мы делаем так диска нету никакого так зажимаем b включая sd-карту вставлять же не надо естественно вот сейчас хоть прикручены геймбой плеера можно будет sd-карту вытащить вставить обратно они как раньше блин запихал туда вот с этой херовина запихал туда ее геймбой плеер прикрутил потом вытаскивать поздно ну теперь зажимаем b и включая и подожди это не геймбой это геймбой адвенс алё так он карточный понял почему была выключена засорились контакты что люди все нормально было лично я бляди в жопой вставлял как вообще у меня получилось сделать ладно держим в так а вот это в 240 пи геймбой интерфейс работает ну-ка сэй вы остались у меня после четырех лет что ли как я батарейку до меня остались а чё-то 2 часа почему я чё-то я вроде играл дохрена блин а а чё-то 2 часа шикарная игра ну ладно бля в общем работает чё чем играть играли в нее блин реально помню нет и нет три года назад наверно играл короче там даже 4 до 4 я них я не помню видимо вниз на ладно короче вот такая штука геймбой интерфейс можно сейчас вообще не париться с есть не запускать динами просто быстрее удобнее так ну и кстати это блять там сейчас будем посмотреть короче вот я и запихал сюда что у нас грузит долл файлы в обход биоса это замотал я конечно блять очень другое разбери пай пико не надо ронять нас не начал это разбери пай пико в общем то вообще ничего сложного установки нету пять проводов мгтф к 007 тут перемешку с 003 ну ладно 007 конечно лучше взять но у меня заработало все типа там пишут по питанию на 26 а вг провод взять ну блин у меня 07 007 мгтф ки все нормально работает батареек поменять надо поставить холдер держатель батареек на ну в общем тут вообще все просто с этой блин разбери пайом блин пико но кнопку будь держишь кнопку будь держишь втыкаешь кабель в этот микро usb комп и все он тебе показывает съемный диск и туда закидываешь файлы кидаешь то файл этого пика будто загрузчика вы все и у тебя блять готовый чип который тебе заменяет bios в общем гениальная вещь прям вообще круто этот чувак еще делает значит этот nvme м2 делает нас насилил порт 1 вот на этот большой который местом сетевой карты там модема туда делать чтобы можно было блять с nvme с м2 грузится вот это вообще будет отличная штука блин прям вообще кайф нахрен эти sd и скорость будет выше по крайней мере обещают ну поначалу потому что она выше не будет но это будет точно лучше можно самый дешевый китайский в ме туда засунуть блять и дешевле с декарты будет естественно так что тут еще у нас все в принципе на лошадь и ничего не хотел вот отлично привод сейчас общение не нужен в принципе свист работает ну блять эмулятор привода конечно получше будет совместимость чем у свист хотя хрен его знает свист давно развивается у него совместимость отличная в общем то все всем спасибо всем пока